Всем привет! С вами Саша Гендер и проект Первая Варка пивоварни Биар Брю. И что у нас сегодня, Саша? А сегодня будем пить баварское пиво. Я так понимаю, что эта пивоварня начинает продвигаться на российский рынок активно, да? Ну да, и как бы... И все ее очень хвалят, и мы решили... Во всех лентах, везде, на всех фестивалях. Да, и мы решили попробовать и узнать, так ли это, или может быть кому-то заплатили. Кому-то, обязательно кому-то, я надеюсь, что кому-то заплатили какой-то совет. Да, то есть стоит ли хвалить вообще это пиво, или может быть стоит его опасаться? Средний ценник этого пива примерно около 200 рублей за каждую бутылку. Ну он одинаковый для всех там, они все... Вне зависимости от стиля, но это тоже... Мы не нашли их топовое пиво, потому что у нас его не продают, селебратор. Вот, ну вот, какие-то остальные, в принципе, да. Их было больше в магазине, просто этот вот лагерь весь разобрали, то, что осталось. С чего начнем? У нас... А у нас что за... Давай анонсируем как-то, у нас какие у вас есть? Вот это пиво, это кёлер-бер, это... Ну это ячменная. Ячменная, да, оно все ячменное. Ну, написано, что ячменная, как-то, не знаю. Ну если не пшеничная, то ячменная, вариантов не так много. Не знаю, господи, какая разница. Хорошо, в общем, ячменная. Это старо-баварская темная. Старо-баварская темная. Дальше. И две пшенички, да? Две пшенички. Вот это вообще просто по классике пшеничка, насколько я понимаю. А это пшеничка... А это пшеничка... Это темная пшеничка, да. Ну, давай там как-то будем чередовать. Давай, может быть, так вот так и пойдем. Давай так, хорошо. Хотелось попробовать. Вы нас поддерживаете, мы вот так вот пойдем, да? Не против? Келлер-бер. Ну, у них первым идет выход. На сайте. Ну, да. А, давай прям по порядку, как на сайте идет из тех пивоц, которые у нас есть. Да, это пробуем. Так и сделаем. Бутылки, я хочу заметить, не варшавы, а чебурашки. То есть, не сильно они морочатся. Мне цвет не очень нравится. Какой-то водянистый. Цвет водянистый. Ну, да, вот такой вот. Ну, вода из-под крана. Такой сразу минус от меня. А с другой стороны, это классический лагерный цвет. Но, честно говоря, название и описание нам, говоря о том, что этот пив должен потемнее. Ну, или мне это подсказывало, нет? Да нет, просто ячменный пиво написано. Что, ячмень, у меня есть ячмень. Может, просто он тут какой-то не сложил. Ну, ладно, это лучше. Ну, покосячил. Давай. Это запаха вообще нет. Ну, здесь обычный? Нет, он обычный, да, абсолютно, там... Ну, надо таким, знаешь, Шнобелем обладать, чтобы прям вот этот запах просто чувствовать. Ну, да. Ну, вот, правильно, уже пить, уже хорошо. Да, что с пьяной у тебя. Я вижу, что он у тебя просто оседает на глаза. А на глаза? А у меня вокаля, она держится, смотри, как. А у меня на глазах. Ну, и тогда я ей смотреть, я не буду. Холодный. Ничего, кстати, приятное пиво. Ну, да. Не знаю, за 200 рублей стоит ли покупать такое пиво, за 200 я найду просто десяток, два, десятка, три десятка сортов, которые его переплюнут, которые я буду пить с большим удовольствием. Ну, так попробую, почему нет. Ну, такой легкий дрожжевой аромат. Я его не ощущаю. Во вкусе небольшая солодость. Знаешь, что-то роднит с Оттингером, по-моему, его. Ну, я стоит, я даже, по-моему, вообще не пил. Что-то отдаленное, но дрожжи, мне кажется, могут быть те же самые. С другой стороны, Уоттингер Байс. Я сравниваю с Оттингером Байсом, а не то, что он разный бывает. Он освежает. Летом хорошо такое. Да? Что у нас пишут, брать пиво. Очень неудобно. Я хотел... А, 4,9 алкоголя. Ну, в принципе, да, похоже. А, самая легкая из них и все. 4,9, да. Вполне себе. Ну, лагерь нефильтрованный лагерь. Нефильтрованный... Да. С языка сняла. Обычное, вполне заурядное пиво. Ну, 200 рублей ему цена может быть и нет. Ну, то, что оно экспортное, тут как ни крути. Просто оно до России дешевле не доедет, мне кажется. С другой стороны, тот же хоу-брой иногда по акции бывает, там, или 120 рублей. Я просто давно не пил того, что ты говоришь сейчас. Потому что все это делается по лицензии у нас. А вот так, в принципе, вкус хороший. Не-не, неприятный, неплохой. Но, опять же, я возвращаюсь к тому, что я бы 10 раз подумал, прежде чем покупать за 200 рублей вот это пиво. В конце концов, если они входят на наш рынок сейчас, то мы, как среднестатистические потребители, должны высказать свое мнение об этом пиве. И я говорю, что 200 рублей перебор. Для такого вкуса. С другой стороны, я вот такое же пиво, а то бывало и хуже, и дороже пил. Ну, а я говорю, что, в принципе, за 200 рублей, если альтернативы, по большому счету, на прилавках нет, то... Отталкивайся от шпатана, Саш, вот этот шпатан, например, сравни. Ну, шпатан в основное время тоже стоит ценить, знаешь, такой, под 170, будь здоров. Ну, а не хуже, не лучше, вот ровно того-то... Мне кажется, оно получше. Тут нет, вот, проводность, да, такой мягкий аромат. Блин, я бы его тепленько попил. Оно холодное? Для меня мерило. Пиво, если оно при комнатной температуре, у вас не вызывает негативных эмоций, то холодненькое оно будет просто. Мне кажется, здесь неплохая водоподготовка, и все-таки водичка отличается даже от немецкого. Нету посторонки никакой, но мне кажется, что здесь использовался ячмень, а дрожжи использовали для вайсенов. Прям вот типичный такой вот пшеничный фон идет, дрожжевой. Я бы это пиво взял бы как перебивку между двумя, допустим, сортами каких-нибудь очень вкусными, там, или очень какими-то насыщенными, для того, чтобы все это смыть, и с другой стороны попить не воды, а пиво, и очень неплохо. Да, в общем, ты «да» говоришь? Я ему говорю, «это пиво да». А я говорю «наверно». Наверно. Может быть. Возможно. Как-то так. Я не знаю, как он, «Альтбайрих Дюнкель», я не уверен, что я все это правильно произношу, и вообще спасу. Мне вот, мне «флюгигенхаймен», хватает, это выше крыши. Ну, наверное, это похоже, не знаю, на что это похоже. Да, пока телефон выключен, я не могу сказать, на что это похоже. Нет, пускай это будет шпатом для «Ункель», какая разница, похоже. В общем, это темное пиво. Тоже не забыл у брожения. Пенка у нас такого, чуть-чуть кофейного оттенка. Ну, это кто как наливает? Ну, может, пенки вообще не быть. Бывают такие люди. Опять же, я не чувствую запаха такого резкого. Ну, потому что привык, хмеленки хорошие. Все, я помню. Я помню, как пахнет шпатом «Ункель», абсолютно одинаково. Абсолютно. Водичка такая, немножко солодовая, немножко такая темненькая. Вот это вот. Я даже на цвет пахнула красноватая. Я попытался сделать прорубь. И, может быть, через пену что-то пает? Нет. Нет, солодовый, легкий солодовый налет. Плотность, мне кажется, не очень высокая. Газификация, но у меня в бокале хорошая. Вот прям два бокала. Он мне налил первую половину, себе вторую. У меня пруд пузырей, у него, я у Саши вижу, прям ничего нет. Просто он пьет воду и все. Когда пена сошла, водопроводная вода, вот, на вкус. То есть, водоподготовка этого пива у тебя не устроила? Ты думаешь, она отличается? Я думаю, отличается. Ну, да, я думаю, да. Что у нас с датами, вот так, ради интереса, ребят? Ну, ты знаешь... Первая бутылка, извини, 6-17, ну, то есть срок годности. 6-й это на что? 6-й это на что? 6-й это на что? 6-й это на июнь. 6-й это на июнь. А вот это вот, то, что мы сейчас пьем, аж 8-й, 17-й. Ну, это ведь. Чуть попозже, в августе. В запахе вода, но в том запахе было и дрожжи, и солод. Здесь водопроводная вода. Вот, поэтому я говорю, яркий профиль был. Пускай это даже не тот, который я ожидаю в лагере. И ты его зачмурел. Неважно, но он яркий. Ты представляешь, что сейчас с этим будет? А горчина, чувствуешь жженая? Нет, не назвал ее горчиной. Нет, нет, ну, в принципе, ну, как назвать это? Да, жженая горечь. Она не такая бобическая, как в Портерах, но там есть жженка. Ну, как, да, вот это горсть на тонну, конечно, но она есть. Нет, я бы не стал такое пиво пить. Мне оно тоже не заходит. Потому что такого пива я могу попить, как ты говорил, подешевле. Если тому пиву я не могу сходу найти аналогов за эти деньги, или за меньшие деньги. Это будет вообще масса. И, кстати говоря, в главе спиртового здесь прям еще есть. Нет, ничего не чувствую? Нет. Не твое. Ну, вообще. Очень не хочется поддакивать Саше, хочется как-то ему там... Оппонировать. Оппонировать, но оппонировать с этим пивом вообще не получается. То есть, ну, попробуйте, ну, не знаю. Мне не заходит абсолютно. Абсолютно неинтересно. Нет, не можешь, ну, это самое простое сказать, знаешь, так мне не заходит, и все. Надо как аргументировать это все с ампозицией. Аргументировал. Да, давайте так. Запаха нет. Первое. Вкус абсолютно нейтральный. Он может быть чуть позитивнее, чем... Да нет, не позитивнее. Российские, обычные пивасы. Заходите в магазин, берете любое. В нем вкусно. Ну, не больше. Ну, вот-вот, вы вот это получите. За 200 рублей или за 45, там, я не знаю, сколько пива стоит. 45, 50, 64. Что-то расчувствовал ты в нем? Нет. Так не нашел, ничего, за что уцепиться, да? Нет. Ну, и что? Убертик каков? Нет. Ну, я тоже говорю, нет. Этому сорту нет. Признаться, мне допивать даже не хочется. У нас осталось два пшеничных пива. Ну, да, любим классическое пшеничко и какое-то там более темное. Ну, давайте с классической начнем, а потом по отношению к классической тарируем темное. Хочу заметить, не знаю, мы не обладаем всей линейкой, пока Саша наливает пшеничное пиво. Вот такие вот пробочки. Не знаю, камера сфокусируется или нет. В общем, ну, обычно золотистые пробки. По периметру написано, что-то написано. По-немецки, к сожалению, читать не умею. Тейсинг Голд Эворд. А, наверное, этот пиво получил какую-то награду. Слово Эворд мне подсказывает. А вот на этих пивацах просто дубль этикетки. Там какое-то два здания и циркушка нарисована. Собственно, так же как на этикетке, так и на пробке. Пшеничных, еще раз напоминаю, две звездочки. А здесь циркушки. Ой, как-то богато не налил. Ну, видите, как налить можно вообще по-разному. Так. Туши пшеничные. Ну, у нас картинка повторяется. Первый бокал, который наливают, красивый. Но... Но это еще не долил там. Ай-яй-яй, пена водянистая, Саша. Пена водянистая? Что-то, воды бастин-то, что ли? Ну, у меня все. Там у тебя бердикели есть. У меня бердикели. Хочется поблагодарить нашего друга Александра. Не вот этого Александра, а еще одного Александра. Александра второго. Да, назовем его так. Который нам из Германии привез вот такие бердикли. Заходил в какой-то крафтовый бар. Прикрафтовый? Какой крафтовый бар? Помимо бердикли совместный бар. Вместо при немецкой пивоварне. Чтоб не подумали наши зрители, что Саша такой взял. Да, ребят, бердикли вам. Он нам еще много всего бы интересного привез. Бананы, все, пшеничка, все как на... Есть банан, да? Да, браво. Он ярко вырос. Ярко. А я его еле расчувствовал. Ты это делай прорубь. Предлагаешь, да? Ммм. Да. И причем там этих бананов, такое ощущение, что там тоннами растворяли. Очень яркий вкус, очень неплохой. Прям мне заходит такой вот прям аромат. Приятный. Вот пшеничное пиво, каким я его вижу, каким оно должно быть, каким я его люблю. При том, что я не люблю пшеничное пиво. Но ты понимаешь, что это дрожжевое пиво. Я понимаю. Это только дрожжевое. Круто. Без базара. Ну что, мы не будем, как говорят наши друзья в канал Кварта Бир, намазывать этому пивасу. Вот это было нормально. Средизвешенная оценка. Вот это отстой. Вот это вообще зачет. Первое пиво из трех, за которое мне не жаль было бы отдать 200 рублей. Нет, все-таки первое у меня. Ну, слушай, Саш, я про себя говорю. Ради бога, первый фаворит твой. А мне, правда, при том, что я не люблю пшеницу, но вот это та пшеничка, которую я бы прям вот пил и да. Отлично. Ну что, последнюю? Да, давай. Это такая уже янтарная пшеничка. Ну янтарная, они сказали, что темная. Более глубокая. Ту запомнил, да, какая была? Да. По-моему, не знаю, а янтарь нашли. Та мне очень понравилась. Прямо, ну, спасибо. Ну, добавить... Даже у нас улья запах идет. Добавить красных саладов и сказать, что это янтарь. Ну, ребят, не знаю. Какой-то критик. Да, я такой. Я вообще хаймин, по-моему, в последнее время. Нет, да, все темнею. Ну, оно темнее, очевидно. По запаху так же. Так. Ну, схожи, да. Пена прям так. Издувается прям. Что говорит нам о том, что, скорее всего, карбонизация была пренудичной. Углекислым газом просто. А ты же так просто подумал, похоже на какой-то морковный сок. Ну, визуально, да. Да, пшеничка мне больше по цвету нравилась. Ну, нет, а пшеничная. А это как они позиционируют? Как old school пшеничное пиво. Да, такая... Прям старинная рецептура. Старинная традиция. А хотя, как вот старинная традиция? Запах, хочу заметить, что запах слабее. Слабее. Он такой же, он тот же. Запах, но менее насыщенный. Ну, пахнет... Горчина не очень приятная какая-то. Ну, я не чувствую. Горчина пахнет, а вот так же всё. А как старые традиции? Как закон о чистоте пива? Пшеницу туда нельзя было класть. Вообще без ложек. Чё творят? Кладут пшеницу, а некоторые там в Бельгии вообще кладут на всё это и кладут, что хотят. Да, даже цедру... Даже цедру... Уж на что... Даже цедру тех продуктов, которые у них не произрастают, я бы сказал, да? На что до цедры там нет, никакая не будет. То есть я понимаю, там, в Бельгии, чё они там шоколадку кинули? Морожки. Морожку, ягель и... Ягель, ты сейчас договоришься. И картохи. Петрозаводского начальника, не в Бельгии, на минуточку. Ну, это пошли такие, знаешь, пьяные разговоры за сорок. Вкус гораздо более насыщенный, чем... Вообще никакой вкус. Что ж такое? Хочу объясниться. Вкус не то, что никакой. Он, по сравнению с предыдущим, он блекл выглядит, на мой взгляд. Вкус есть. Есть аромат. Но, вот, выбирая между вот этими двумя пивасами, железно вот это вот, на мой взгляд. Здесь, как будто, не знаю, в какой-то бочке перележать. Я знаю, как съесть соленую капусту. Соленую, так вот, представляешь, чтобы в глобусе взял пачечку, там, развесную, может быть, там уже упакованную и съел. А может, какой-то бабки в деревню приехал, и она, такая, тебе какой-то корыто открывает, там, плесень сверху, там, капустка вот тут лежит. И, может быть, она неплоха, как бы, под этим всем делом. Ну, сертификатов на нее нет. Скинула, так что, да, скинула немножко. И вот, ну, это что-то такое есть, там, какая-то, ну, такая, что-то, вроде есть что-то хорошее, вроде, как бы, и ничего хорошего. Ну, неплохо, неплохо, и мне нравится, наверное, не хуже, не меньше, чем предыдущая. Единственное, что, мне кажется, что, все-таки, водопроводка в нем больше присутствует. Запах сильнее, но разбавлен чем-то похожим вот на вот это пиво. Ну, вот это пацан. А, вот, наконец-то, хоть сказал, что на это пиво похоже. Взяли, ребят, взяли вот это вот пиво. Говорят, ну, ну, ништяк, вот это у нас пиво... Много, ребят, что-то Гоша гнобит его. А давайте мы их смешаем и сделаем вот такое. Вот, примерно, то, что самое получилось. Тебе оно понравилось больше, чем предыдущая пушенечка? Ну, у меня какие-то двойственные ощущения. В чем-то, да, в чем-то нет. Да, то есть, оно, мне кажется, в чем-то оно лучше, но этого лучше. Оно как в концентрировании, что ли. Да. У этого более богатый ассортимент. У него более... Ассортимент чего-то? Ну, аромата, там, допустим, вкус и чего-то. Вообще, я не согласен. Но и при этом у него глубина этого всего достаточно низкая. А здесь он акцентирован на чем-то одном, и он... Ну, ярко. Да, он достаточно ярко на этом специализируется. Но, тем не менее, если бы вот из этих четырех бутылок, я, наверное, возьму вот первую префенденту, первую выступающую. А я, пожалуй, все-таки, наверное, очевидно, да, я так сильно заступался, и я вот за это вот брал вальс. Как-то так. Ну, дружный пилоха. Потому что, ну, действительно, меня удивило это пилоха, оно не понравилось. Негативные, но на особо, по-моему, вот. Это двоечник. А с вами были Саша Гендальф. И Гуша Грибс. Райд первой варки пиварни Биар Брю. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал в Ютуб. Я правильно все говорю, у меня что-то все смешалось после этих немецких пивасов, как и они, собственно, все у меня смешались. Пейте вкусный. Пейте вкусный в меру, да. Ну, вы все знаете. Всем пока. Пока.